На черной ветке ворон сидит. Осенний вечер. В холодном зале мастер махает руками. Трупы лежат под окном. Привет, солнцелитие богомолы! С вами Грандмастер Федорович. А из этого видео вы узнаете самые глубокие тайны самого смертельного боевого искусства от самого седовласого мастера. Обыкновенная скакалка, но она самодельная. Беревка очень прочная и капроновая. Концы вместо деревянных ручек и пластмассов эбонитовые, тяжелые и очень прочные. Это является самым эффективным оружием из холодного. С ним не может сравниться ни нож, ни нутяки, ни другой инструмент. Даже от сапли можно облиться. И в том числе пистолет. На расстоянии до 4 метров для огнестрельного оружия. Как это выполняется? Вот, берете, обхватываете, захватываете. Надо брать так, чтобы расстояние было не очень большое. Какое должно быть? Вот, захватывая, оплетаю. Вот. Чтобы когда крутишь, вот тут проходила она. Показывая работа. Показывая работа. Показывая работа. Подумав, решайся. А решившись, не думай. Вам нужно делать точно так же. Посмотрели? Не думайте. Взяли скакалку? Делайте. Я понимаю, ваш шок. Такой техники вы никогда не видели и навряд ли увидите. Ведь уйти от пули с помощью этого снаряда для убийства очень просто. А значит, скоро все армии мира повыбрасывают эту огнестрельную хрень и перейдут на скакалки. Так что будь первым. Бери две палки, перевязывай веревкой и в бой на гопоту с ножами и травматами. Победа тебе обеспечена. Пока ведьму не трогаешь, она не проклинает. А пока на мастера не смотришь, будешь жив. Но это не точно. Ведь энергия силы чей может тебя поразить, даже когда мастер просто делает зарядку. Защита. Ногару делай. Раз, два. Переваживай. С такого положения. Ставим ее вверху вот сюда и наносим этот, как он удар. Хоп. Потом так идешь. Так. Так. Ноги скользят. Делает подсечку или удар. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Удар. Так. Вот так. Ударили. Пошли. Можете ходить в вашу сторону. Можете ходить в вашу сторону. Удары наносятся. Хайто или суто. Наносятся сюда, 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 сюда. Вот так. Словить кобру в прыжке гораздо проще, чем разобрать молниеносные движения мастера. Поэтому пересматривайте видео, замедлив его в 10 раз. И то это не гарантирует вам понимание его движений. Ведь не каждый сможет понять, зачем учитель падает на спину и дергает ногами. Или куда он машет ровными руками, кружась в танце, как мастеролитая балерина. В общем, у несмышленых учеников вопросов всегда больше, чем ответов. Поэтому не пытайтесь понять. Нужно просто постичь суть бытия и наслаждаться тем, что понимаете, принимая то, что не осознаете. А в этом видео я вам покажу довольно секретные и ужасные техники, которые я не хотел вам показывать. Но думаю, вы уже достаточно осознанные, чтобы не применять их во вред человечеству, а только для самообороны. Чем больше ромашка, тем жирнее пчела на нее летит. А чем больше пуза у мастера, тем больше силы чьи там сидит. Ну или по крайней мере он может больше сожрать пельмени, что уже неплохо. Но этот мастер действительно могуч. Одним взмахом руки он чуть не убил непутевого ученика, который из-за своей малоопытности согласился быть подопытным кроликом. А откачать человека после бесконтактного удара очень непросто. Для этого нужно аж четыре доктора высшей категории. Потребность в пище выше любви, а потребность в славе выше рассудка. Но когда ты реальный лысоголовый мастер, который может уходить от четырех вооруженных ножами противников, тебе в этом мире делать нечего. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как яростный лев может уничтожить стаю гиен? Великий мастер-старок может разорвать на части жалких спецназовцев Альфы, ГРУ, ФСБ и даже бабушек из Совбеза. Все, что ему для этого нужно, махать руками и отходить в сторону. А матерые волки сами будут калечить друг друга. Но этого можно достичь только после того, как ты сам их обучишь. Как невероятно цветение папоротника, так же невероятны и приемы от мастеров, которые можно делать дома. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как тюленю не понять, зачем нужен унитаз в доме, ведь сходить можно везде, где есть снег, так и мне не понять, зачем учить, как выкалывать глаза, ведь ты никогда не сможешь применить эту технику в жизни. А если у тебя хватит мозгов, после ссоры с соседом за последний беляш, вырвать ему глаза, ты очень удивишься, к чему это приведет, но точно не к славе лучшего ниндзя во вселенной. Подписывайтесь на канал и пишите в комменты, смогли ли вы выжить после энергетических взрывов силы Чи. Благодарю за просмотр. Бджон. Субтитры сделал DimaTorzok